Дорогие друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Евгения, и сегодня мы с вами, как всегда, разговариваем о парфюмерии. И поговорим о трех ароматах, которые мне очень нравятся, которые безумно интересны, которые относятся к люксу, но пахнут немножечко более нишево, так скажем. Но которые, к сожалению, я не могу носить на себе. Я вообще, небольшое такое предисловие, я вообще в принципе не наношу ароматы на одежду. Я наношу ароматы всегда на себя, на шею один пшик или один пшик на шею под волосы и на волосы, и все. Я не люблю вот большой-большой, чтобы был шлейф. Пользуюсь ароматами только, так скажем, для себя. Одного пшика для того, чтобы целый день ходить, балдеть, слышать его только себя, мне вполне хватает. Поэтому сложилось так, что есть несколько ароматов, три, про которых я сейчас расскажу, которые я прекрасно воспринимаю со стороны. На улице, если их слышу, если слышу из блоттера или еще откуда-то, но только не себя. Поэтому давайте поговорим поподробнее об этих ароматах и будем начинать. Первый аромат, который также очень многие, о котором рассказывали блогеры, это аромат от бренда Шопард. Их аромат, который называется Кашмир. Аромат в таком прекрасном флаконе. Здесь еще очень классная золотистая такая крышечка. Все в восточном стиле выглядит. У меня тестер, поэтому крышечки здесь нет. Я покупала его у девушки с рук. Здесь у меня тестер половинка, где-то 50 миллилитров, может даже больше от 100. Что хочу рассказать об этом аромате. Это аромат праздник. Это аромат очень светлый, очень яркий. Это аромат про сухофрукты. В том числе, в первую очередь, про абрикосы. Про такие сладкие, завяленные, засушенные и присыпанные либо ванилью, либо, может быть, сахаром. Аромат просто потрясающий. Но когда я его наношу на себя, вырезает очень противная мускусная нота. Олдскульная, мускусная, которая настолько мне не нравится, что бегу сразу смывать. Но не тут-то было. Что же с этим ароматом? Если... В общем, ребята, забудьте, забудьте все, что вы знали о стойкости, пока вы не попробуете этот аромат. В общем, когда только я его купила, я его попробовала на руку, и здесь вот на пульверизаторе остались капельки. Я положила в сумочку тканевую, в которой я не пользуюсь, ну, стараюсь не пользоваться пластиковыми пакетами, или бумажные, или тканевые сумочки. И положила этот флакон и пошла домой. Так вот, эта сумка от этой буквально микро-микро полукапли пахла месяц. Месяц, представляете? Просто вот благоухание персиками, абрикосами, засушенными, сладкими, такими праздничными, восточными. Просто эта сумка благоухала месяц. Невероятно. Серьезно, я не знаю ни одного такого аромата. Если вы знаете, напишите. То есть, вот так вот у нас как-то история с ними не сложилась. Люблю персики, люблю абрикосы, люблю восточные истории, но, к сожалению, вот на мне выдается какой-то олдскульный, олдскульная какая-то нота. То ли мускус, то ли еще что-то. Поэтому вот не могу носить этот аромат, хотя он действительно прекрасен и стоит достаточно демократично. Поэтому, если вы еще не попробовали, обязательно попробуйте. Возможно, возможно, вы найдете здесь для себя идеальные сухофрукты. Тем более, сейчас зима, близится Новый год. Это будет действительно очень классно. Шопард, кашмир. Вот такой вот ароматик, с которым мы, к сожалению, не подружились. Следующий аромат, о котором я уже частично рассказывала, это бренд Булгари. И их линейка Сплендида Тубероза Мистик. Мистическая тубероза. Непростые у меня отношения с туберозой, хочу я вам сказать. Но здесь меня, конечно, подкупила люксовость этого аромата. Все-таки в люксе делается все более понятное, более политкорректное. И действительно. Ну, начнем с флакона. Я думаю, что вы видели на полочках. Они во многих супермаркетах парфюмерных представлены. Это просто потрясающего цвета синий флакон. Очень люблю синий цвет. А вот такой глубокий синий, это просто обалдеть. Такого же цвета флакон был когда-то у Hypnotic Poison. От Dior. Потрясающий аромат. К сожалению, у меня его нет. И вы сняли с производства. Ну, как всегда. Ну, да ладно. Так вот, что касается туберозы. Из флакона. От других людей. С блоттера. Это звучит настолько сладострастно. Это сладкая, жвачная такая тубероза. Потрясающе. Очень манкая. Аромат сладкий. Аромат цветочный. Аромат очень, очень женственный. Просто невероятно. На мой взгляд, я бы даже сказала, очень сексуальный. Но на мне вылезает мускусная нота. Которую я просто не могу носить. С мускусом у меня вообще не такие... Такие истории очень непонятные. Ну, сложно, сложно. Ну, в общем, ладно. Поэтому не могу, к сожалению, носить этот аромат. Любуюсь с флаконом. Любуюсь с блоттера. Но история о сладострастности и сексуальности, к сожалению, не сложилась. Тем не менее, нисколько это не умаляет красоты этого аромата. Просто потрясающий. Женственный, сладкий. Манкий. Тубероза такая. Потрясающая. Шикарный аромат. Но, к сожалению, не моё. Ну, и третий аромат на сегодня. Такая редкая штучка на самом деле. Заказывала на Натина. Заказывала вслепую. Это, 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 это Энджел Шлессер. Ориентал Эдишн Ту. Что хочу сказать. Это восточная история в первую очередь. Это история про шоколад. Это история про, наверное, про кофейные бобы. Это история про ут, но не медицинский, а такой сладкий, древесный. Очень приятно. Очень восточно. Очень сладко. Очень обволакивающе. Нежно, но при этом очень ярко. Но я здесь, как я уже сказала, слышу ноту шоколада. Скорее всего, это вот не шоколад, а как раз такие кофейные бобы, такие сладкие, слегка, может быть, даже пудровые. А я очень люблю шоколад в ароматах, шоколад в парфюмерии. Ну, как-то так не сложилось. В общем, я с шоколадом тоже. Но, тем не менее, аромат очень интересный. Вообще, в целом, у меня есть еще аромат Femme от Angel Schleser и вот этот Oriental Edition 2. Хочу сказать, что за совершенно небольшие деньги они делают действительно нишевые ароматы, которые имеют невероятный шлейф, невероятную стойкость. Потому что этот аромат я как-то пробовала, нанесла его буквально один пшик на кухне с утра и ушла на работу. То есть через 9 часов, даже 10, я вернулась. И у меня на кухне стоял аромат шоколада, кофе, бобов. То есть буквально один пшик сохраняется на 10 часов просто в воздухе. Даже не на предмете, не на подушке, не на шторах. Представляете, какая у него стойкость? Просто невероятная. Аромат действительно очень-очень достойный. Он восточный. Но, к сожалению, вот эта нота шоколада, я ее слышу очень явно, и она не дает мне носить этот аромат. Хотя он действительно бесподобен и достоин, достоин действительно внимания. Жаль, кстати, что его не продают в розничных магазинах. Потому что мне кажется, что очень многим нравятся ноты шоколада. И многие любят сладенькое, так скажем, да. Тем более зимой, Новый год, снежок, холод, мороз. А это как раз очень согревающая история. И вот здесь очень-очень политкорректный. Очень такой, ну, люксовый, так скажем, да. При этом очень аромат достойный. Мне кажется, что он бы очень хорошо продавался на самом деле. Жаль, что его нет. Ну, как-то так, видимо, не решаются его дистрибьютировать. Может быть, думают, что он будет непонятен публике. Хотя, мне кажется, что это очень классная история. Ну, все, друзья. Сегодня у нас было три аромата классных, потрясающих. Но, к сожалению, у меня с ними не сложилось. Если вам нравятся эти ароматы, обязательно напишите мне, любите вы их или нет. Обязательно пишите в комментариях, были ли у вас такие истории, что вам нравится аромат на ком-то, нравится аромат где-то, но только не на себе по каким-то причинам. Пишите в комментариях, будет интересно пообщаться и обсудить эту тему. Друзья, на сегодня все. Носите ароматы, которые нравятся именно вам, и никого не слушайте. И помните, яд от лекарства отличает только доза. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok